Слухи о падении тенге сделали свое дело. Казахстанцы активно скупают доллары. Я все обошел, сейчас никто не продает доллары. Я верю, что они принимают доллары, но там даже 100 долларов не дают. Сирия взрывов на Тайване погибли более 20 человек. Опасность все-таки есть, а возможности новых селий в Алматы предупреждает ученый. Это новости на 7 канале, с вами Камиль Галиев. Здравствуйте. Ажиотаж в обменных пунктах Астаны. Жители столицы принялись активно скупать доллар. Люди занимают очередь сразу в нескольких кассах, чтобы приобрести американскую валюту по самому выгодному курсу. Горожане считают, что страну ожидает вторая волна девальвации тенге. Поднялся ли доллар? Поднялся. Он был 183, сейчас 185. Люди говорят, что в некоторых кассах доллары начали продавать уже по 187 тенге. Но даже при таких условиях спрос на валюту не снизился. Спустя какое-то время в обменниках ее не осталось и вовсе. Я все обошел, сейчас никто не продает доллары. Я вижу, что они принимают доллары, но там даже 100 долларов не дают. Ажиотаж наблюдался и в интернете. Пока останчане делились возмущениями в сети, жители из регионов дежурили у местных обменных касс. Волну паники подхватили представители шоу-бизнеса. За всем этим внимательно следит наш интернет-обозреватель Айгуль Жамалов. Он уже в студии. Айгуль. Ну, правильно будет сказать, коллега, что ажиотаж как раз начался в социальных сетях и микроблогах. Кто первым распространил информацию о возможной девальвации, сейчас выяснить, разумеется, непросто. Однако в потоке бесконечных ретвитов и перепостов люди потеряли здравый смысл, пишут сами юзеры. Завтра с долларом что-то будет, констатировала пользовательница Сабина Успешная. Не остановили ее и намеки соратников на грозящую статью за клевету. Кстати, сегодня твит все же был удален. Юзер под ником Бакосия предсказала валютную интервенцию. А Евламан предложил в конце концов позвонить Керембетову. Мол, если не поднимет трубку, значит на совещании по этой теме. Позже к обсуждению присоединились бывшие политики и представители казахстанского шоу-бизнеса. К примеру, Бахет Сыздыкова рассказала, что к ней звонят знакомые с паникой в голосе. Мол, завтра девальвация. О том, что в Алматы наблюдается ажиотаж у обменников, написала и Баяна Сентаева. Отвлечь внимание людей удалось разве что заядлым юмористам. Мне нечем обмениваться, кроме мнений. Ну вот она, блокировка сайтов, что натворила. Людям сразу делать стало нечего. Побежали по обменникам баксы менять. Блин, я не паникер, но мне реально доллары нужны. Да, сейчас в пару отпусков доллары нужны, я думаю, многим. Да, согласна. Ну а сегодня в Твиттере, в Фейсбуке и ВКонтакте чувствуется некое спокойство. Эксперты даже шутят. Сами развели панику, сами себя успокаивают. Да, что правда, то правда. Спасибо, Игуль, за обзор. До свидания. Все слухи о второй волне девальвации проверк советник главы Нацбанка страны, Ужас Худайбергенов. В своем аккаунте на Фейсбуке он написал, что разговоры про обвал тенге беспочтные. А значит, казахстанцам незачем спешить в обменники. Сейчас говорят о том, что якобы в обменниках в некоторых городах Казахстана не хватает долларов. Но мне о таких фактах неизвестно. Отмечу все это слухи. Но если такой факт подтвердится, то это просто техническая проблема. Она могла возникнуть из-за наплыва тех, кто поверил слухам о девальвации. Но даже в этом случае проблема легко будет устранена в течение одного, максимум двух дней. Несмотря на ажиотаж с обменниками, проводить пресс-конференцию для журналистов Нацбанки не стали. Ограничились распространением информации о текущем курсе валюты. Он составил 182 тенге и 8 тен за доллар США. При выявлении нарушений работы обменных пунктов казахстанцы могут позвонить по номерам горячей линии. Вы сейчас видите их на своем экране. Серия взрывов на Тайване унесла жизни уже 25 человек. Порядка 300 доставили в госпитали. Пострадавших навестил президент островного государства Маэнь Цзю. Власти страны опасаются, что жертв катастрофы может быть больше. Слишком тяжелые ранения получили жители города Гао-Сюн. Сейчас на месте аварии работают специалисты. Локализовать огонь до конца не удается почти уже сутки. Ситуация под контролем, но мы должны подождать, пока выгорит весь газ в трубах, чтобы избежать дальнейших взрывов. Так сейчас выглядит второй по величине город Тайваня. Дорожного полотна практически нет. Вместо этого глубокий провал, а в них искорежены автомобили. Подробности страшной аварии, которая всколыхнула трехмиллионные Гао-Сюн в следующем репортаже. О масштабах аварии можно судить по этим кадрам. Повсюду перевернутые машины и разрушенный асфальт. Взрывная волна, говорят очевидцы, была такой силой, что в воздух взлетали даже автомобили. Не говоря уже о людях. С утра спасатели обнаружили на крыше четырехэтажного здания двоих раненых. Их отправили в госпиталь. Взрывная волна подкинула людей вверх на несколько метров. Многие лежали без движения со сломенными конечностями. Это первые секунды после взрыва. Столбы пламени поднялись на высоту 9 метров. Потушить их не удавалось на протяжении пяти часов. В борьбе с огнем уже погибли пять пожарных. На помощь огнеборцам по распоряжению властей прибыли 1400 военных из других регионов. Мы привезли необходимое оборудование. Это тяжелая техника и детекторы, помогающие определить местонахождение выживших под землей. В поисках участвуют собаки. Под завалами оказались и пожарные, которых мы должны спасти. По предварительной версии, авария произошла из-за разрывов газовых труб, пролегающих параллельно с канализационными. Очевидцы рассказывают, что за минуты до трагедии на улицах чувствовался запах газа. По словам мэра города Чень Чу, в этом районе расположены трубопроводы нескольких химических компаний. Жителей временно переселили в школы. Жанна Апызбаева, Бекпулат Рахимбеков, 7 канал. Пилоты и стюардессы авиакомпании «Эр-Астана» попали в аварию в Алматы. Накануне ночью служебный автобус, в котором экипаж возвращался из аэропорта, врезался в внедорожник. Различные травмы получили два иностранных летчика и две бортпроводницы гражданки Казахстана. Одну из них в тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы. Доставлена пациентка в тяжелом состоянии, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, также перелом коси таза. Доставлена бригада скорой помощи при поступлении из-за тяжелого состояния в госпитализированное реанимационное отделение, где было проведено все необходимые медицинские обследования и проведено противошоковое мероприятие. По неподтвержденной ПК-информации, водитель джипа был пьян, сам после столкновения практически не пострадал. Однако в ДВД города пока не комментирует эти сообщения. Со своей стороны авиакомпания делает все возможное, чтобы помочь своим сотрудникам. В частности, мы оплачиваем лечение, страховки, работаем с родственниками и так далее. Мы надеемся на объективное расследование со стороны правоохранительных органов. Напомню ранее, на сайте Lafakie Z появилась информация, что в аварии пострадал экипаж немецкой Люфтганзы. Однако позднее ее провергли. Оба пострадавших пилота-иностранца и вторая бортпроводница после оказания первой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Трагедия обернулась в Карагандинской области кража скутера. По данным полицейских, 19 июля двое молодых людей угнали водный мотоцикл. Не справившись с управлением, они перевернулись. Один из парней так и не смог выбраться из воды. Поиски погибшего продолжаются по сей день. Сейчас в Тимиртау работает наша съемочная группа. Последние новости узнаем у нашего САПКОРа в регионе Руслана Дрисова. Руслан, что затрудняет поиски тела погибшего? Да, начнем с того, что водоспасательный отряд начал поиски тела не сразу. Как объясняют специалисты, подельник погибшего сначала не признался в том, что его друг утонул. Сразу он не сказал. Он же врал, что он сказал, что Ромку оставил на берегу. И все даже не предполагали, что он утонул. По данным следствия известно, что в момент трагедии 17-летний парень был трезв. Однако подтвердить всю имеющуюся информацию удастся лишь после проведения необходимых экспертиз. А пока все силы брошены на поиски тела погибшего. Этим сейчас занимаются две бригады спасателей, полицейские и добровольцы. Руслан, почему же друг погибшего сразу не сообщил полицейским о произошедшем? По словам самих стражей порядка, парень во время допроса попросту испугался. Думал, что подозрения могут пасть на него. Однако полицейские отмечают, что никаких признаков криминального характера в трагедии не прослеживаются. Подельник Романа, говорят, даже пытался помочь ему. Первоначальными мероприятиями, всеми мероприятиями проведенными, признаки криминального характера пока не усматриваются. Кстати, спасатели отмечают, что поиски усложняются еще и плохой погодой. Несмотря на это, специалисты уже в который раз прочесывают самаркандское водохранилище и обещают не прекращать работы. Повторюсь, трагедия произошла 19 июля, а известно о ней стало только сейчас. Как следует из материалов следствия, двое парней не справились с управлением угнанного водного мотоцикла. Мы будем следить за развитием событий. У меня на этом пока все. Спасибо, коллега. К другим новостям. К казахстанскому туроператору «Алмаз Туризм», у которого возник денежный спор с турецкими партнерами, временно запретили отправлять туристов на отдых. Об этом сообщил председатель комитета Министерства индустрии и новых технологий Марат Игалиев. Директор фирмы тут же созвала брифинг в Алматы и поспешила опровергнуть слухи о банкротстве компании. Айнур Бакибаева заверила, что все платежи турецкой стране были отправлены. Мы подали заявление в прокуратуру, мы обратились в финансовую полицию, мы сейчас проводим сверки по финансам. Мы бронируем и оплачиваем туры не напрямую в Стамбул. Здесь у них есть представительство, мы бронируем и оплачиваем через это представительство. Может где-то какие-то непонятные. На данный момент тут разбирайтесь, сверки и так далее. Напомню, казахстанцы, которые купили путевки в Алмаз Туризм, пожаловались, что их выселяют из турецких отелей за неуплату. По словам Бакибаева, сейчас на отдыхе находится 47 наших соотечественников. Она утверждает также, что на данный момент всех туристов заселили в другие гостиницы и никто не остался на улице. Решать проблемный вопрос туроператору в Турции помогает комитет индустрии туризма и казахстанская туристская ассоциация. Недавние последствия после Гульнартура их просто испугали. Возможно, что у них появилось ощущение опасности, что Алмаз Туризм не платежеспособен. И поэтому они стали туристов Алмаз Туризма выселять. Но сейчас проблема решена, туристы все заселены, отдыхают, билеты у них у всех есть. Между тем, комитет индустрии туризма открыл круглосуточную горячую линию для помощи тем, кто купил путевки у туроператора Алмаз Туризм. Мы продолжаем. Это новости на седьмом канале. Оставайтесь с нами и далее в нашем эфире. Опасность все-таки есть, а возможности новых селей в Алматы предупреждает ученый. Чтобы папам стало стыдно, судоисполнители Южной столицы подают пример нерадивым отцам. Чудо-нанокрем. Изобретение казахстанского биолога лечит быстрее и дешевле обычных лекарств. Выборы в Сенат парламента назначили в этом году на 1 октября. Об этом сегодня заявил председатель избирательной комиссии Куандек Турганкулов. По его словам, в голосовании будут участвовать депутаты Маслихатов. В конечном итоге в Верхней Палате будут по одному представителю от каждой области, а также Астаны и Алматы. Для регистрации в качестве кандидата претенденту необходимо получить поддержку не менее чем 10% голосов от общего числа депутатов всех Маслихатов. Эта поддержка удостоверяется сбором соответствующего количества подписей депутатов Маслихатов. Регистрация кандидатов, по словам Турганкулова, продлится до 11 сентября, после чего начнется предвыборная агитация. Окончательные результаты будут известны не раньше 7 октября. Вероятность селя в Алматы все-таки имеется. Об этом нашему корреспонденту рассказал руководитель Института географии Ахмед Калмидео. Отмечу его ведомство одной из главных в стране, где научно изучает селевую опасность. По словам специалиста, недавний прорыв мариного озера в листалгара был не совсем обычным. Воды прорубили подземный канал в грунтовых массах. Сергей Ким подробнее. Нашумевшее озеро номер 6 всегда на контроле сотрудников касселезащиты. В стенах ведомства уже много лет ведутся работы по откачке воды. Здесь уверены, с берегов она не выйдет точно. И вот уже третий год у нас к весне котловина почти что полностью опорожняется. Поэтому в настоящее время мы не видим никакой угрозы. О том, что вероятность прорыва озера все-таки есть, говорит глава Института географии Ахмед Калмидео. Это один из главных исследователей селей в стране. Ученый упоминает недавний случай в Толгаре. Тогда вода мариного озера много лет гуляла по подземным каналам. И в итоге нашла выход. Вырвалась из-под земли на поверхность. В свою очередь, грунт под водоемом номер 6 – это настоящая слепая зона, добавил ученый. Грунты нужно исследовать и совместно с водой. Конечно, не исследуется, кто занимается этим грунтами. Из-за отсутствия финансирования мы не смогли эту работу провести. Ученый рассказывает, несколько лет назад его институт провел детальное исследование. В том числе грунтов ущелья реки Малой Алматинки. Был создан паспорт селеопасной местности, как это делается в развитых западных странах. Но работу в итоге заморозили. Ахмед Калмедеу говорит, что у него есть косвенные свидетельства образования подземных каналов под озером номер 6. Регулярно вода куда-то исчезает из котлована. Сергей Ким, Максим Шулепов, 7 канал, Алматы. Карагандинские судоисполнители нашли управу на злостных неплательщиков. Они ловят их прямо на дороге и конфисковывают машины. Сейчас на штрафстоянке 5 изъятых автомобилей. Там они пробудут до тех пор, пока хозяева транспортного средства не погасят долги перед государством. У некоторых горожан эта сумма доходит до полумиллиона тенге. В этой базе у нас это реестр должников, в которой имеются также иные дела. Не только госпошлина и взыскание административных штрафов. Туда входят и алименты, и в пользу банка второго уровня. В департаменте отметили, что судоисполнители совместно с сотрудниками дорожной полиции дежурят на дорогах города каждый день. Кстати, с помощью единой базы данных можно вычислить сеть должников из других регионов страны, которые временно находятся в шахтерской столице. Акция морального давления на отцов, которые не выплачивают алименты своим детям, стартовала в Алматы. Сотрудники департамента по исполнению судебных актов вместе со спонсорами сделали сюрприз для матери-одиночек. Перед началом учебного года 60 малобеспечных семей получили сертификаты на 15 тысяч тенге. Кроме того, каждой матери вручили страховку на 300 тысяч. Мы хотим этой акции показать тем отцам, которые не выплачивают алименты. Хотим показать, что вы не выплачиваете, поэтому нам приходится привлекать какие-то силы дополнительные, чтобы помочь вашим детям. Сегодня были вручены сертификаты для одиноких матерей на покупку школьных форм. В поддверии школьного сезона это очень такая, мне кажется, нужна помощь. На данный момент в Алматы более 14 тысяч мужчин не выполняют свои родительские обязанности. 2000 человек получили запрет на выезд из страны, а около 150 самых злостных должников привлекли к административной ответственности. Ангина, кашель, ацит и гайморит. Вылечить эти и другие болезни теперь можно без таблеток и уколов. В Алматы изобрели нанокрем с антибиотиками вот в этой маленькой лаборатории под руководством известного казахстанского биолога Мурата Гельманова. И это, кстати, не первый жизненно важный препарат, который создал ученый. Но вот что интересно, чудодейственная мазь до сих пор и доступна массовым потребителям. Почему узнали наши корреспонденты? Помажу, впитывается сразу сам препарат. Иногда, значит, виски помажу, если голова болит. И все, больше мне ничего не нужно. У алматинки Нелли Слепокуровой к 70 годам скопился немалый букет недугов. Их пенсионерка лечит всевозможными лекарствами. Но большинство из них не продают в аптеках. Мазями от различных болезней Нелю Николаевну снабжает ее друг, биолог Гельманов. Сейчас как раз женщина тестирует крем с антибиотиками. У меня вот возникала простуда. Возникала. И я смазала небо около полости носа. И, так сказать, внутри тоже носовые ходы. И, вы знаете, как-то сразу раз, два дня и ничего нет. Я считаю, что просто какое-то чудо. Чудо заключается в крошечных капсулах. Их невозможно увидеть в обычный микроскоп. В эти наночастицы вкладывают антибиотик. А затем просто смешивают их с обычным кремом. Затем остается лишь нанести препарат на кожу. Микрошарики быстро проникнут в организм и доставят лекарства непосредственно в очаг болезни. Можно нос помазать, виски, где горло. Все зависит от того, что болит. Препарат быстро проникает сквозь кожу. Ученые во всем мире давно бьются над тем, как лучше доставить лекарства в организм. А мы уже придумали этот способ. Поэтому дело даже не в новой мазе с антибиотиками, рассказывает биолог Гельманов. Самое главное, ему удалось создать систему транспортировки лекарств, которая не имеет аналогов в мире. Побочных эффектов у нано-капсул нет. Чего не скажешь о таблетках и инъекциях. Испытания прошли просто, можно сказать, очень хорошо, если не сказать. Но сами представьте результаты. В 2-3 раза быстрее лечится. Количество лекарств уменьшается в 100 раз. Значит, количество токсичных эффектов тоже в 100 раз уменьшается. И стоимость лечения уменьшается в 3-5 раз. На свое открытие биолог потратил 30 лет жизни. 10 из них он трудится в лаборатории вслепую. Ученый потерял зрение. На основе открытых нано-капсул можно лечить людей от туберкулеза, диабета, глаукомы и даже рака, утверждает Гельманов. Но для этого необходимо провести официальные фармацевтические испытания. Денег для этого у профессора нет. Поэтому пока чудом-азями биолога пользуются его родные, близкие и друзья. Наталья Кудрина, Шухрат Акчурин, 7 канал, Алматы. Физическая активность дала к долголетию. Алматинские пенсионеры вышли на массовую зарядку. Несколько сотен людей уже в 9 утра под музыку маршировали, прыгали, тянули мышцы в парке 28 панфиловцев. Организовал фестиваль здоровья Центр формирования ЗОЖ. Очень понравилось, но она не дает никакого противопоказания. Потому что очень так сделано умеренно. Понимаете, умеренно, я бы сказала. Я ощутила очень большую силу сегодня. Своеобразный флешмоб прошел в шести районах Алматы. Отмечу, что подобные мероприятия для пожилых людей проводятся в южной столице не первый раз. Казахстанский велогонщик Диас Умрызаков завоевал серебро на международных соревнованиях в Китае. В категории С1 мужчины боролись за звание сильнейших в спринтерских дисциплинах и многоборье. Асхатнязов расскажет о других новостях в Береспорте. Казахстанский теннисист Андрей Голубев на турнире «Betted Home Cup» Кюцбюль в Австрии с призовым фондом. Почти в полмиллиона евро в дуэте с итальянцем Дэниелом Брациали вышел в полуфинал парного разряда. В одной четвертой они обыграли Матты Павич из Хорватии и Андреса из Бразилии 6-3, 3-6, 10-7. Следующими соперниками команды станут победители поединка между Мартином Эмрихом из Германии и Лукашем Росселом из Чехии и австрийцами Джеральдом и Юргеном Мельцерами. Другой наш соотечественник Евгений Королев также вышел в полуфинал только одиночного разряда и на другом турнире серии ITF в Ветсларе. Он обыграл немца Яна Шаински 6-3, 7-5. В одной второй Казахстане встретится с итальянцем Симоном Ваньотци. Карагандинский «Шахтер» обыграл хорватский «Хайдук» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Счет в игре открыли хозяева усилиями Михрета Топчагича. После точного удара Сандро Гаталя сплитский клуб сумел отыграть один мяч. Однако через две минуты Андрей Финонченко вновь вывел Горняков вперед. После перерыва Алдин Джидич при розыгрыше углового удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте ворота хозяев был назначен пенальти, который точно реализовал Мио Цакташ. Точку в матче уже в добавленное время поставил Тохта Женгл Жбай, тем самым установив окончательный счет 4-2. Ответ на игра состоится 7 августа в сплите. В другом матче Лиги Европы футбольный клуб «Астана» сыграл в ничью со шведским «Аиком». Встреча завершилась со счетом 1-1. Первый гол забили гости. На девятом минуте Набиль Бауи вывел «Аик» вперед. Однако столичная команда еще до перерыва смогла отыграться усилиями Таната Нусербаева. Во втором тайме, несмотря на то, что хозяева имели преимущество во владении мячом, зрители забитых голов не увидели. Ответная встреча между этими командами пройдет 7 августа в Сольне. Отмечу, что после этих игр казахстанские клубы улучшили свои позиции в рейтинге УЕФА. Асхат Ниязов, Седьмой канал. Таковы итоги дня. Отличных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова